Бердские дома-многоквартирники, в которых в этом году был сделан капитальный ремонт, попали на интерактивную карту фонда реформирования ЖКХ Новосибирской области. На карту нанесены 9 адресов. В пяти домах было приведено в порядок изношенное лифтовое хозяйство с заменой старых выслуживших срок лифтов. Четыре дома получили новую кровлю. Мы спросили у бердчан, довольны ли они выполненными работами и что, по их мнению, было бы неплохо еще сделать. На хорошие руки. А что бы еще, на ваш взгляд, можно было бы сделать с этим домом? Капитальный ремонт на каждом этаже. И все, больше ничего. С этой стороны то видно, на что похоже. А с той стороны с улицы, как не стыдно нашему городу, с улицы, центральная улица, одна из центральных и в таком состоянии дом. Это же вообще безобразие. А подвал, там вода постоянно стоит. Какой-то капитальный ремонт. Крышу сделали нам. Да, эти крыши у нас стекла. Он нас спасает. Вот летом не было, мы вообще страдали. А сейчас нормально все. Проводку всю заменить. Заменили только по одному стояку, хотя бы обещали, что бесплатно сделают по всем трем стоякам. Вот. Потом на крыше у нас вообще крышу сделать. И подвали все экраны, все-все-все поменять. Нам обещали бесплатно, как капитальный ремонт. Год 2017-й подходит к концу, и новые объекты на этой карте появятся уже едва ли. Берчанам впору с надеждой смотреть в год 2018-й. Если верить тому же фонду реформирования ЖКХ и региональному правительству, где, собственно, и утверждаются все планы, то в Бердске в следующем году могут быть капитально отремонтированы 19 домов. По крайней мере, именно 19 адресов значатся в краткосрочном плане капремонта на 2017-2019 годы, который, в свою очередь, является частью большой региональной программы. Если суммировать плановые цифры, то выйдет, что на капитальный ремонт 19 домов в Бердске в будущем году может быть потрачено примерно 164 миллиона рублей. На эти деньги будут приводиться в порядок системы воды и теплоснабжения, канализация, электрика, ремонтироваться ветхие кровли и старые лифты. В плане значатся дома на улице Карла Маркса и Островского, пятиэтажки в центре Бердска на улице Ленина. Попасть в программу капремонта должен и дом на Ленина-28, жильцы которого этим летом были возмущены тем, что не попали в федеральную программу «Комфортная городская среда». За 7,5 миллионов рублей там предстоит поправить кровлю. Дороже всего может обойтись капитальный ремонт дома по адресу Рогачева-1. В плане значатся практически все системы и кровля, а общая сумма расходов превышает 24 миллиона рублей. Сегодня сложно сказать наверняка, насколько планы соотносятся с реальностью. В администрации Бердска пояснили, что существуют списки проблемных домов, однако объемы капитального ремонта утверждаются при участии регионального министерства ЖКХ и энергетики. И попадание в списки зависит от ряда факторов, в том числе и от финансирования. Так что не исключено, что в будущем году списки на капитальный ремонт будут еще откорректированы.